Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале о московском Спартаке. В этом видео я предлагаю вам поговорить о ситуации, которая сложилась ввиду последних неминятых результатов нашей команды, а также о том, что делать и кто виноват. Прошло уже семь туров нашего горячо любимого чемпионата, а радости для нас болельщиков красно-белых становится все меньше. Вспоминаю кричащие статьи и радостные вопли комментаторов Матч ТВ о том, что Спартак начал сезон аж с пяти побед подряд. Как хорош Абаскаль. Кто-то даже кричал о вероятном чемпионстве. На мой же сугубо любительский взгляд. Уже тогда было понятно, что есть проблемы как тактического, так и селекционного характера, которые в итоге и дают о себе знать сейчас. Даже не нужно глубоко копать, просто посмотрите на показатели пропущенных мячей за первые пять якобы выигрышных матчей РПЛ и Кубка страны. Спартак ни разу не сохранил ворота сухими, пропустив в общей сложности девять мячей. Девять Карл. И это при том, что в соперниках преимущественно были далеко не лучшие команды чемпионата. Ну и дальше, ожидаемо Спартак повалился. Сначала поражение от Урала 3-2, в котором опорная зона у Спартака не было от слова совсем. Потом поражение от Зенита, где Баскаль начудил с составом, а потом еще и добил Спартак заменами. Привет Хлусевичу. Я ничего не знаю, ребят. Все попасть к моему денту. Невнятная ничья на родном поле с Ахматом, где если бы не сейв Селихова на последних минутах, то поражение было бы обеспечено. Ну и поражение от Краснодара в седьмом туре, где по словам Баскаля Спартак играл на равных с Краснодаром и даже мог переломить ход встречи до второго гола. На мой же взгляд, мы не имели ни одного серьезного момента, кроме случайного удара Соболева в каркас ворот. Что и подтверждает XG статистика, исходя из которой Спартак создал моментов аж на 0,56 гола. Ах да, был же еще выдающийся матч с Динамо в Кубке с Трами, где Спартак обыграл, я бы даже сказал, разгромил подопечных Марцелла Лички со счетом 4-1. Но это было скорее минутное помутнение, чем надежда на будущее. Динамо за первые 30 минут матча пропустило 4, после чего игра выровнялась, и Спартак больше не нанес ни одного толкового удара поворотом соперника. В футболе бывает всякое, и это, как мне кажется, именно тот случай. В результате футбольное сообщество разделилось на два лагеря. Одни готовы дать испанцу шанс минимум до зимнего перерыва, другие же хотят взять все, что под руку попадется, и гнать Абаскаля обратно в Испанию. Я же больше поддерживаю вторых. И вот почему. Гильермо Абаскаль приводит в недоумение и заставляет хвататься за голову всех, кто хоть как-то маломальски разбирается в футболе своими тактическими, я извиняюсь, извращениями. Ротаций подвержены все. Ротари, центральные защитники, опорная зона, полузащита и так далее. Только ленивый не подметил и не посмеялся над этим. Я еще состав не видел. Я надеюсь, что в воротах сегодня кто-то из ротарей. Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Поясни. Ну, с тем, как Абаскаль фантазирует, экспериментирует, я не удивлюсь, если в воротах появится Кусевич. Ничего не понимаю. К примеру, Литвинов. На мой взгляд, отличный опорник, который хорош в отборах, имеет хороший первый пас, умеет быстро начать атаку, почему-то играет у него на позиции центрального защитника. Так, экспериментировать с составом для команды, которая претендует на высокие места, просто недопустимо. Не знаю, что это, гениальность, тупость или упрямство, но на пользу Спартаку это явно не идет. Возвращаясь к ситуации с количеством пропущенных мячей. Это совершенно неудивительно, учитывая количество вариантов, которые попробовал испанец в центре обороны. Дуарте Джики, Джики Литвинов, Литвинов-Дуарте. Продолжать можно бесконечно. Да, прошлогодний лидер и капитан Спартака Джики не в форме, но это не повод так ротировать защитную линию. Линию, которая в большинстве нормальных команд сформирована с начала чемпионата и не меняется до самого его конца. Второй ключевой момент, который спровоцировал нынешнее положение вещей, на мой взгляд, это очень слабая селекция Спартака. Да, она и раньше была не фонтан, но нынешние покупки не то, что не закрыли дыры, а где-то даже усугубили текущее положение вещей. Например, покупка Медины добавила в атакующие линии игрока, который совершенно не умеет и не хочет отрабатывать в обороне. А в нынешнем Спартаке таких людей и так хватает с лихвой. Но в то же время и в нападении я не вижу от Парагвайца каких-то суперполезных действий. Также неделю назад стало известно, что из команды ушел форвард Шамар Николсон. Соболев раньше чувствовал себя достаточно вальяжно и мог позволить себе высказывания. А теперь и вовсе ему не осталось альтернатив на позицию центрального нападающего. Вы можете сказать, что есть еще Милешин, но потому что я видел, это пока больше уровень медиалиги, чем РПЛ. Ну и третий, наверное, самый главный фактор, из-за которого я не против смены тренера. Это личностные качества Абаскаля. А если точнее, одно из них. Этот человек не умеет признавать свои ошибки. Каждое послематчевое интервью у него – это набор шаблонных фраз, не имеющих ничего общего с происходящим в игре. То в матче с «Зенитом» помешала Желтая и Гнатова. То в матче с «Ахматом» судья позволял игрокам Грозного слишком много и безнаказанно фалить. В матче с «Краснодаром», со слов Абаскаля, вообще была равная игра. Хотя по факту «Краснодар» не долзил Спартаку своих ворот ровным счетом ничего, уверенно использовав ошибки спартаковской обороны. Ну и подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что неудачные полосы и ошибочные решения могут быть у каждого. Все мы люди. И нам свойственно ошибаться. Но главное вовремя понимать, признавать и делать какие-то выводы. Чего со стороны Абаскаля я совершенно не вижу. Надеюсь, в ближайшем будущем мы будем говорить о Спартаке совершенно в другом ключе и совершенно на другие темы. Ну а пока, если ты согласен, ставь свой красно-белый лайк, подписывайся на канал, дальше будет интересней.